К другим темам. В Северодвинске сегодня завершились военно-полевые сборы старшеклассников. Около ста человек в течение пяти дней учились обращаться с оружием, изучали строевую подготовку и даже попытались сами собрать парашют. В этом году сборы проходят в новом формате. В качестве преподавателей выступают члены общественной организации «Союз десантников». Это Римляшава продолжит. Может, они еще и не совсем уверенно чеканят шаг, но после этих военно-полевых сборов будут готовы к армии на сто процентов. Учащиеся колледжи и техникумов города Северодвинска в течение пяти дней постигали азы военного ремесла. С преподавателей можно смело брать пример. Все прошли службу в десантных войсках. Многие – участники боевых действий. Мы попытались сделать пятидневные сборы в том виде, в котором, по нашей точке зрения, они должны быть. То есть, по большому счету, очень часто в последнее время сводятся пятидневные сборы старшеклассников к тому, что, в лучшем случае, их ведут на стрельбище. И, соответственно, они там имеют возможность пострелять с боевого оружия, предположим, 3-6 патронов и так далее. Вот. Значит, особого воспитательного момента это не несет. В этом году сборы проходят в новом формате. Ученики школы техникумов учатся военному делу пять дней. Причем в занятиях большой упор делается именно на практические навыки. За неполную неделю будущих солдат научили основам строевой подготовки, дали пострелять из разных видов оружия и показали, как правильно пользоваться парашютом. Правда, последнее пока в теории. Рассказали и про то, с каких самолетов совершают прыжки бойцы ВДВ. Самолеты Ан-2, вертолет Ми-8, самолеты Ан-12, Ил-76. Максимальная скорость полета самолета до 400 км в час. Десантники проводили обучение даже по тактике ведения боя. Это пригодится тем, кто планирует служить в спецподразделениях. Присаживайтесь для того, чтобы вам расширить сектор. В отличие от вот такой постановки вашей, вы сидите так, вы можете изготовиться в эту сторону, в сектор. Из этого же положения вы можете лечь. Всего на сборах в Сверодвинске принимают участие 96 человек. Учения организованы на территории одной из воинских частей города, что придает особый характер занятиям. Да, все в принципе понравилось. Сборка, разборка автомата, все нормативы показали, все рассказали, все показали, все наглядно, все понятно. Эти сборы, как раз хорошая подготовка к армии. Тут обучают конструкцию автомата, мы стреляли, ездили. Специально, если попадешь в спецназ, ВДВ, обучают тактики. Все, мне понравилось очень. Если эксперимент признают удачным, то в таком формате военно-полевые сборы будут проходить каждый год. На любое мероприятие, конечно, нужны финансы. Но так как мы сейчас это опробуем, если оно все получится, будем просить правительства Архангельской области о поддержке. И тогда, естественно, мы будем продвигать и дальше. Военно-полевые сборы для старшеклассников не обязательны. Поэтому сюда идет тот, кто точно знает, что ему это пригодится. И, скорее всего, уже решил связать свою жизнь с армией. Это Рималишава, Максим Апарин, Михаил Шокур. Новости РНТВ. Архангельск.